Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем готовить с вами очень вкусный гороховый супчик с копченостями. Вся моя семья такой суп просто обожает. Итак, на кастрюлю объемом 4,5 литра нам понадобится 400 грамм гороха. Если горох у вас не лущеный, тогда его нужно замочить как минимум часа на два. Если горох у вас лущеный, вот как у меня, достаточно будет одного часа. Ну а если у вас нет времени долго замачивать горох, тогда есть небольшая хитрость. Можно добавить буквально 1 четвертую чайную ложечку соды пищевой, и тогда горох очень быстро разварится. Ну и на вкусовых качествах это абсолютно никак не отразится. Также нам понадобится примерно 400 грамм картофеля. У меня 800 грамм свиных копченых ребрышек, лук, морковь, соль, перец, зелень. Итак, приступим. В кастрюлю объемом 4,5 литра наливаю примерно 3,5 литра воды. И сюда же отправляю вариться горох, который мы предварительно замочили. Как только горох закипит, ставим его на медленный огонь и варим практически до готовности. При варке гороха образовывается вот такая пенка. Я ее никогда не снимаю, потому что когда-то где-то я прочитала, что эта пенка очень полезна. Это выделяется белок из гороха. Ну, а вам решать, снимать эту пенку или нет. Это уже на ваше усмотрение. Ну, а пока варится горох, подготовим зажарку. На хорошо разогретую сковороду наливаем растительное масло. И обжариваем лук до прозрачности. Буквально 2-3 минутки. Лук обжарился, стал прозрачным. И теперь мы в зажарку отправляем морковь. И жарим еще минутки 3. И наша зажарка готова. Вот такая красота у нас получилась. И отставляем пока зажарку в сторонку. Прошло примерно минут 45. Горох готов. Но нужно обязательно пробовать, потому что горох бывает разных сортов. У меня горох вот разварился. Добавляем картофель. Зажарку. Копченые ребрышки. Лавровый листик. И я добавляю сушеный укроп. Свежего у меня сегодня не было, поэтому добавляю сушеный. И варим еще минут 10 до готовности картофеля. И наш супчик будет готов. Извиняюсь, и на данном этапе мы еще солим супчик. И добавляем перчик. Вот теперь все. Ждем минут 10. Ну вот, супчик и готов. Запах стоит на кухне просто головокружительный. Пахнет копчеными ребрышками, зеленью, лавровым листиком. Поверьте, это очень-очень вкусно. Всем огромное спасибо за просмотр. Ну, а кому понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok